Двигатель 2.0 дизельный, 175 лошадиная сила. Механическая коробка передач. Полный привод. Машина была куплена в 2013 году. Салон Hover H5 в стиле Ice Blue холодный лед. Итак, комплект из 11 предметов для замены всего освещения в салоне Hover H5 состоящий из светодиодных 8 Mi-Plat и третьих ламп излучающим цвет Ice Blue. Замена всего головного света Hover H5. Автолампа W5W Blue Vision 12V Philips. Эти лампочки я брал для переднего габарита. Автолампа H712V55W Owl Season, Duo Box, ASRAM. Эти лампы я брал в ближний свет. Автолампа H1-55, Htremi Vision Plus 130%, 2 штук, 12V Philips. А вот дальний свет поменять – это проблема. Придется снимать аккумулятор, иначе никакая рука туда даже детская не пролезет, а со стороны пассажира нужно будет снять воздухан. В принципе тут рука достает, если это так можно назвать. МТФ-набор ламп H3-12V55W Aurum 3000K. Чтобы поменять лампы в противотуманных фарах, необходимо делать это на подъемнике со снятым колесом, или в своем гараже, как я, со снятым бампером. Боди-лифт приставки 4 см. Итак, отвинтили передние брызговики. Открутили пороги, два крепления было к раме среднее, к кузову. Сняли бочек Гура, было сие лишним, там запаса с головой. Ослабили карданчик рулевой. Открутили интеркулер, стоит спереди двух радиаторов Кандея и водяного на турбированных двигателях. Студебекер вырос на 12 см. Замеры после боди-лифта 4 см. И лифт подвески 4 см. Усиленные пружины Kayaba RAI 5305 Германия. И амортизаторы, усиленные удлиненные Kayaba 3442-79, Kayaba 3444-10 Япония. И 4 см. тапки Cooper Discover ST-MAX. Шип 265-70 R17. Покраска Hover с защитным покрытием Raptor. Приступил к подготовке покрытия автозащитным покрытием Raptor Uple. Несколько дней разбирал своего студебекера, снимал все, что мог снять – бампера, стопки, экспедиционный багажник, рейлинги, пластиковые накладки, крыльев под капотом, срезал все буквы. Потом два дня обклеивал авто. Я, как и все, кто покрывал свое авто, решил сэкономить сорок, 60 тысяч на покраске и попробовать сделать сам. Просто не было таких денег, а задуманное очень хотелось реализовать в жизнь. Были сомнения, переживания. Скажу так, кто не может решиться – решайтесь. Краска под силу любому новичку. Я думал обклеивать самое нудное в данном процессе, но нет самое нудное в данном процессе – это вручную шкурить авто, доводить лак до матового состояния, да и матывать машину. Можно было, конечно же, взять шлифмашину, но есть ребра, стыки, на которых всегда меньше всего краски, и лака ложится, мне хотелось обработать их максимально аккуратно. В общем, первое покрытие – это пробы и ошибки, порой пистолет, и в 10 сантиметров. Был у кузова, были ипотеки. Второе покрытие скрыло все мои косяки, когда красил-следил четко за рукой ставил где 70, где 50 сантиметров. От покрытия на глазах рождалось чудо. Второе покрытие авто – это нечто, краска ложится, как снежинки черные на авто. Авто пока красил напоминало по цвету и блеску уголек антрацит. Или ежика колючего. Так это прикольно смотрелось. Светодиодный доп-стоп-сигнал в Ховр от Хонда CR-V. 28% мощности. Чип-тюнинг моего дизельного двигателя. Итак, чип-тюнинг моего студибекера начался в воскресенье с 9 утра до 22 часов. Теперь мне понятно, почему дизель намного дороже бензина. 6000 и 18000 разница ощутимая, и время на чиповку бензина максимум пару часов уходит. Тут же разбирают мозги, прописывают форсунки, переход по с евро 4 на евро 2 и отключение контролирующей выбросы в атмосферу. Ручки Toyota, от Prado 120, раннера 4 на многие они их ставят, заглушки на ручки, мебельные болты-стежки, для установки под цвет салона Ховра H5. Разбираем пластик стойки сверху поддевая, далее просто тянем сверху вниз, как мы улаживаем руку соперника в армрестлинге, но тут только до треть, а потом когда оторвали клипсы вытягиваем вверх. Скажу одно, садиться стало реально легче. Теперь, я не хватаюсь за руль, когда сажусь, и когда пытаюсь удобно усесться или пересесть поудобнее, теперь есть у меня такая клевая ручка под рукой. Нержавейка к раптору или новый штрих внешнего дизайна студика? Почти все подошло, кое-где видимо чуток косанул, потому как с одной стороны все в идеале, а с одной, кое-что подрезал. Да, в посылке, как вы видите, было два активатора скотча 3М, ну и помимо того, что наклеен скотч на планке, также шел и в запас. Аж два рулона, это таким как я, если мало будет. Чехлы Динрс РЭС Кожаный пол Есть желание сделать салон в любимом цвете своей родной команды «Шахтер черное с оранжевым», но заказывал винило под кожу в этих же цветах, естественно, авточехлы. Кожаный полштука удобная, тряпочкой протер и все чисто. Плюс допшумка. Посему я салон, как вы, не обклеивал. Авточехлы с доставкой EMS 7200 Ну и еще раз к прикуривателям в сборе по многочисленным просьбам в утрешней теме. Утепление дверей Обтяжка салона винилом Разбор центральной консоли торпеды Снимаем короткие серебристые планки, поддев их, вытаскиваются они легко там по две клипсы черных, как на торпеде. Начинаем снимать планку вокруг коробка передач. Для этого берем ее в районе кожи за планку сзади, там где ручник, силой аккуратно поднимаем зад и постепенно в наклоне вперед. Но не сильно наклоняйте, там шесть клипс, как в торпеде черных, как выйдут они все. Аккуратно отсоединяем теня на себя в районе пепельницы планку от климат-контроля. Далее снимаем климат-контроль, он вообще просто тянется на себя. Держится он на четырех черных клипсах. Разбор, утяжеление, утепление задних дверей. Как и в передних дверях, в задних, там же вынимаем заглушки, выкручиваем винтик и болт под ручкой на восемь. Блок отрывающегося механизма передвигаем по направлению стрелки и освобождаем его, когда освободим дверную карту от клипс. Утяжеляем двери внутри прорезиненным самоклеящимся материалом, чтобы не закрывались, как консервная банка. Закрываем вырезанным по штатному утеплителю лекалом из самоклеящегося пенофола, именуемого магнофлексом. Решено было идти в ногу со временем, соответственно, был приобретен на Алиэкспрессе данный диваскар A8 HUD 5,5 дюймов, проекционный дисплей, подключаемый к разъему OBD-2 к нашему электронному блоку управления двигателем. Установил проектор, пришел мне с Китая. Проекционный дисплей, если быть точнее, вот такая прибуда, подключается к разъему OBD-2. Температуру показывают на данный момент здесь 58, вы видите, что мы смотрим на датчики температуры. Она только-только оторвалась от низа, хотя в машине довольно-таки уже тепло, сегодня на улице тепло на Ямале. Что мы здесь еще имеем? Мы здесь имеем расход топлива, красненькие, внизу вот температура показывается, обороты. Сейчас вот нажимаем педаль, поднимается, видите, соответственно, D0 там скорость движения. Что мы здесь еще имеем? Имеем вольтметр, показывает, сколько. Сколько я проехал, показывает, с того момента, как я установил километр, 200 метров. Покраска раптором заднего силового бампера от OJ на Хофф. А также решил покрасить пластик в салоне, первым делом необходимо было просверлить в данном бампере 4-х Редырки под датчики парктроника. Недавно я встречал тему, как кто-то это уже делал на драйве, мне было важно место, где их крепить на новом бампере. Воспользовавшись поисковиков драйва, я быстро нашел данную тему, где и скопировал себе все фаты на мобилку для детального рассмотрения при сверлении. Установка заднего силового бампера Ждал, когда мне придут фары Хиллр. Итак, приступим. Скидываем родной пластиковый бампер, в крыле болты, один на стыке крыла с гайкой, второй болт с гайкой от локера, у кого стоковые брызговики, там тоже должны быть болты. Под низом бампера, по-моему, 6 болтов винтовых. Далее открываем пятую дверь, откручиваем 5 клипс. Скидываем. Отсоединяем фары, противотуманные, и у кого имеются датчики парктроника. Ровный пол, стол, органайзер в хор. В общем, встречаем многофункциональный китайский дорогой ровный пол для ленивых. Силовая труба под лебедя. Взяли полтинник, погнули на трубогибе, благо был образец, парни мои молодцы, выгнули полтинник один в один с моей бывшей нержавеющей защитой. Я тем временем поехал в гараж, скинул бампер и приехал к нашей аварийке, стал снимать интеркулер и родной усилитель рамы. После того, как по аналогии стоковых, из металла 6 мм. Были изготовлены уши, прожжены отверстия под боты, и уши прикручены. Потом поняли, что высоко, под лебедя не останется места, отрезали трубу, выкрутили средний болт на ушах. Далее пошла кропотливая ювелирная работа. Вешаем отрезанный бампер, вставляем 4 клипсы без болтов клипсовых, застегиваем бампер в крыле. Надели бампер, двое приставили трубу с двух сторон. Я вымерил куда и как ее перемещать для ровности и идеальности, после чего сварной взял ее на прихваты. Передок бампера чуток придется низ поднатянуть. На трубе сделаем плашки, как делали многие подотверстия болтов для жесткости бампера снизу. Итак, средний болт пришлось перемещать ниже на его уровень, опустили профильную трубу, так как из-за нее мало места, остается под лебедку под интеркулером. Благо, вовремя Сергей замерял свою лебедку. Перенос профильной прямоугольной трубы на уровень среднего болта у Харамы. Сварной саня на листе железа 6 мм отмечает отрезанным куском от квадратного профиля замеры прожигаемой дырки и отреза квадрата, дабы усилить конец квадратного профиля. Далее с листа железа 6 мм. Была вырезана площадка под лебедку, уложена на квадратный профиль и взята временно на прихваты. Далее была тщательно проварена вся изготовленная труба, вымерены все необходимые отверстия под лебедку. И просверлены китайскими пошаговыми сверлами 3 штуки за 500 рублей. Кто помнит, в силовике я сверлил отверстия под патронники одним сверлом пошаговым купленным в Салихарде аж за 2000 рублей. Реальные силовые пороги Долго искал в инете реально силовые пороги, да так, чтобы производитель делал под заказ, учитывая мой бодик, наткнулся на когда-то сохраненную тему о силовых порогах от Александра. Мало того, я вспомнил, почему добавил его тему в закладки, там вся изюминка в ширине этих порогов. И нашел еще закладку его же темы с форума о разнообразии порогов и цене. Медлить не стал. Пообщавшись, выбранные по форуму пороги, под цифрой 2 нынче они подорожали из-за цены на алюминий на 1500 рублей. Договорились о бодике, и я сделал ему заказ. Мой студик, Hover H5, дизель, установлены силовые пороги. И так взяли. Хорошие, добротные, широгие, не выступают за зеркало, но ширина довольно-таки приличная. Можно укорачивать обрезанием труб, я этого делать не стал. Мне стало очень приятно садиться теперь в машину. Ширина довольно-таки большая, садиться удобно. Пороги заказывал у Александра на нашем сайте. Драйв2.ру, ник его Омега. Почему у него? Потому что только он предложил мне под бодик мой на 4 сантиметра лист кузова у меня, которого кузов от рамы. Соответственно, старый декоративный продал. Эти пороги он сделал под мой бодик. Три трубы, как я говорил, посередине крепления под рейшный домкрат джет. 60-я труба. Алюминиевый профиль. Только вот скользящий. Здесь, спереди, до каблука они не доходят. Каблук у меня не подпиленный, потому что резина хоть и стоит 31,6, но вылет родной. За счет этого каблук цел. В общем, высота от земли до порожка была у меня 45 сантиметров, сейчас 38. Вымерял гаражик, когда ставил. Очередной мой выпуск, думаю, многим облегчит поиски того, что в путешествия порой очень надо. Короче, готовлюсь и сам потихоньку к поездке на землю летом, так что это не последние покупки и для будущего путешествия. Сетка на экспедиционный багажник. Влагозащищенный вещь-мешок на экспедиционник. Визуальный обзор шин Comforcer CF-3265-75R16 и дисков LS-166 GMR-1. МФ-816 ЕД-10. Коврики Ева на Хор H5 полный ауриндж. Накладки порогов. Долго я смотрел на эти коврики Ева, нужны они мне или нет, их эффективности и плюсов видел на ютюбе море роликов, так же как и минусов, пока мне не пришла в голову мысль не добавить окончательно в салон стиль оранж. Ребятам сел Мэтт Респект, продукт понравился, подошло все идеально. В салон стал, ну картинка, что там говорить, кто садился за сегодня в авто в Сиахале. Ковер H5 ДТ-МТ. Заказал коврики Ева. Решил сделать салон еще поприятней. Полный оранж. И накладочки. Здесь дырочка была, продавили каблуком, когда люстру цепляли. И решил их поставить, чтобы не заказывать новые, не красить снова их раптором. Правда надо что-то ложить, чтобы улеглись, а то как-то кое-где-то пырчатся. У меня кожа постелена. Пришлось оклеить на двухсторонний скотч липучки. На родной ковер она садится по родному, а у меня с кожей на липучечке. Пришлось их добавлять. Ну и багажник тоже заказал. Смотрится, конечно, эффектно. Единственное, что-то надо ложить, потому что спрячивать. Я не знаю, что они тут не добавили. Вид, конечно, бомба. Посмотрим, как будут служить. Думал, будут марки. Хотя вот она грязь такая серенькая. Не особо и заметно. Параметры 45 Вт, 8 дюйм, Android 7,1, GPU MT3561, Quad-Core ERM, A53 1,3 ГГц, Mali-T720, DDR3 2 ГБ РОМ, RAM 16 ГБ+, 8 ГБС, картами навигатора, поддерживает до 32 ГБ, DVD, радио, видео. Музик, OBD2, AVIN, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS. Комплектация 2 антенны 4G, антенна GPS, жгут питания, жгут с колокольчиками, 2 удлинителя USB. Параметры 48 Вт, 9 Дюйм, Android 5, affectелей, вся Steve. Параметры 48, детямо colocar более 90 Вт в 2-1.